Августин Блаженный Лето – чудесная пора для путешествий, и порой, чтобы увидеть прекрасное, не обязательно далеко ехать. В очередном выпуске программы «Мир православия» мы расскажем о святых местах нашей страны и не только. Поделимся с вами интересными новостями. Сегодня вы узнаете о следующем. Деятельность на благо ближнего. Храм в честь иконы Божьей Матери с поручницей грешных. Лето во Франции. Образовательный лагерь «Сильванец». Церковь в честь святого врача. Одесский храм на территории клиники. Наши святыни. Храм – памятник казахской славы в Берестечке. В Киев прибудет чудотворный образ Божьей Матери. Анонс событий. Совсем недавно церковь праздновала память иконы Божьей Матери с поручницей грешных. В Одессе есть храм, освященный в честь этого святого образа. Чем примечателен этот храм, какую работу он проводит, смотрите далее в сюжете. Церковь была освящена совсем недавно, четыре года назад. Главной святыней храма является точная копия иконы Божьей Матери с поручницей грешных. Главной святыней нашего храма является икона Божьей Матери с поручницей грешных, которая была написана по православию Стиша, патриарха, освящена у первого образа. К этому образу за поручительством Божьей Матери прибегают многие люди. Также почитаемый является образ священномученика Власия с частицей мощей, каждую среду возле которого совершаются молебны с акафистом о житейских нуждах, о людях, попавших в проблемы различные. И многие ощущают молитвенную силу и поддержку этого удивительного святого священномученика Власия. Храм проводит активную миссионерскую и просветительскую деятельность. При храме нашем действует детская воскресная школа. Сегодня большой педагогический коллектив трудится вместе с священнослужителями на воспитании около ста детей, которые получают знания о вере, о нравственности, которые приучаются с детства любить Церковь Божию. Также существует молодежный актив храма, который собирается в каждую среду для обсуждения актуальных вопросов духовной жизни. Собираются молодые люди для того, чтобы вместе проводить заслуг, вместе говорить о духовных темах. Таким образом, возникает правильное представление у молодого поколения об общинности храма, о единстве всех верующих вокруг Христа и вокруг Церкви Христова. Проводятся беседы и для тех, кто лишь собирается переступить порог храма. Священнослужители помогают таким людям сделать этот шаг осознанно. Каждую субботу мы проводим катехизические беседы для людей, которые желают принять святое крещение для крестных, для родителей. Сегодня это очень важно, потому что многие, приходя к крещению, не понимают, зачем пришли в храм, не знают основных правил, не знают основных евангельских заповедей. И поэтому для того, чтобы люди осознанно приступали к танец святого крещения для крестных, для родителей и для всех желающих, каждую субботу нас проводятся встречи, где объясняются основы православной веры и объясняется суть и самопонимание таинства святого крещения. Большое внимание уделяет община храма и благотворительной деятельности. Каждую пятницу прихожане нашего храма также собираются для изучения священного писания, что является очень важным для катехизации, для просвещения людей. Также при храме действует группа поддержки для людей, страдающих алкогольной, нокротической, игровой зависимостью. Проводятся встречи, беседы с родственниками таких людей. Также даются возможные консультации и оказывается духовная помощь людям, которые сами попали в игровую или алкогольную зависимость. Трудами наших прихожан был создан благотворительный фонд «Надежда», который также окормляет и дает помощь людям, нуждающимся. И ежедневно при храме люди, которые устали в тяжелую ситуацию, около 50 человек получают горячие обеды и таким образом получают поддержку. На богослужение в храм приходят и люди с нарушением слуха. Есть община глухих, которая окормляется в нашем храме. Время праздничного богослужения совершается также с переводом на язык жестов для глухих. День памяти иконы Божией Матери из поручницы грешных за усердные труды на благо церкви настоятель храма протеерей Вячеслав Бондарь был награжден знаком отличия. И самая почтенная благочинная, проявляющая пасовская душа по впечатленности о народе Божьем, объединила этот приход. И приходите, делаешь на благо этого святого храма Божией Матери. Хочу тебе сегодня вручить в область Христового Владимира Богородицы Каспоревского знака отличия нашего за усердные труды, за добрые пасторства и дошепопечительность, за твою совесть, за честность, которую ты проявляешь во всем. И ты образец, пастор, приказков жизни для всей нашей митрополии. Пусть Господь Мария Богородица хранит тебя на многое лето, радуй и тишай. Аксиус! 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 Духовно-образовательный центр преподобной Женевьевы Парижская приглашает студентов духовных семинарий, академий и богословских факультетов в летний лагерь. В программе ежедневные занятия, экскурсии, богослужения. Подробнее смотрите далее. Здравствуйте! Мы находимся в центре Святой Женевьевой Парижской. Это единственное подобное место на территории Западной Европы. Здесь выпускники духовных семинарий продолжают свое образование в университетах Парижа. Наша община открыта для всех, но ее возможности ограничены. Только 25 человек могут постоянно проживать в нашем доме. Однако центр существует уже более 8 лет, и все это время здесь не прекращают думать о тех, кто хочет развивать свои способности и таланты, но не имеет для этого возможности. Молодые люди, посвятившие свою жизнь Богу и Церкви, это редкие цветы, и наш центр призван позаботиться о них. На юге Франции в поселке Сильванес уже более 20 лет стоит деревянный храм. Центр Святой Женевьевой Парижской взял его под свое попечение вместе с прилегающей усадьбой. Год упорного труда принес свои плоды. И сейчас там открывается летний образовательный лагерь. Мы приглашаем студентов духовных семинарий и академий к участию в летних курсах французского языка. Мы подготовили для вас специальную программу. В течение месяца вы овладеете самыми необходимыми знаниями. Вас ожидают три часа ежедневных аудиторных занятий, индивидуальные занятия с носителями языка, ознакомительные экскурсии по южному региону Франции, поездка на Средиземное море и три дня пребывания в Париже. Регулярное богослужение в уютном храме. И, наконец, трехразовое питание, проживание, доступ к библиотеке и интернету. Также организаторы помогут вам получить визу во Францию. И, если необходимо, оплатят транспортные расходы. Все это наш центр готов предоставить вам абсолютно бесплатно. Мы ценим ваше желание посвятить свою жизнь служению Богу и Церкви и хотим вам помочь в развитии ваших талантов. Единственное, о чем мы хотим вас попросить, это ваша поддержка. Как вы можете помочь? На данный момент мы смогли подготовить лишь одно помещение на 10 человек. Мы понимаем, что этого недостаточно и готовы выделить отдельный дом. Этот дом мог бы стать полноценной резиденцией лагеря на 20-25 человек. Причем уже не только для юношей, но и для девушек. Однако он требует комплексной реставрации. Организаторы просят о посильной помощи. Три часа в день помогать в реставрации здания. В Центре Святой Женевьевы подготовлено еще немало других интересных и полезных проектов. Например, курсы классических языков, курсы русского языка, как иностранного, курсы по богословию, патрологии, истории церкви. Если вы хотите провести летние каникулы не только интересно, но и продуктивно, побывать во Франции, овладеть французским языком, познакомиться с новыми людьми – это программа для вас. Не стесняйтесь. Заполняйте анкету и участвуйте. Объянтов. До встречи во Франции. Чтобы узнать, как африканский король принял православное крещение, и кто получает помощь в Медерском доме трудолюбия, предлагаем посмотреть подборку международных новостей. Патриарх Иерусалимский Феофил вместе с лидерами армянской и католической Иерусалимских общин направил письмо премьер-министру Израиля Абинемину Нетаньяху, в котором выражена озабоченность в связи с новым законопроектом, предусматривающим возможность конфискации церковной недвижимости. По словам авторов обращения, данный документ является систематической и беспрецедентной атакой на христиан Святой Земли, который может нарушить их базовые права и подорвать тонкую структуру отношений местных христианских общин и государства. По информации местных СМИ, работа над законопроектом длится в парламенте Израиля уже несколько месяцев. В Нью-Йорке начал свою работу Дом трудолюбия для бездомных, созданный при участии Русской Православной Церкви. В нем находятся люди, которые после прохождения специальной программы по преодолению алкогольной и наркотической зависимости возвращаются к полноценной жизни. Большинство обитателей заведения выходцы из республик бывшего Советского Союза. Из-за недостаточного владения английским языком, проблем с получением легального иммиграционного статуса в Соединенных Штатах Америки, отсутствия медицинского страхования, они часто боятся обращаться в государственные службы США. Для таких людей Дом трудолюбия может стать единственным местом помощи. В Венеции состоялась духовно-просветительская встреча-лекция на тему тысячелетнего юбилея русского монашества на Афоне. Организаторами мероприятия выступили Международный институт афонского наследия и православный приход святых жен мироносец в Венеции. Посетители ознакомились с историей монашества на Афоне, его влиянием на формирование культур православных народов, а также узнали о духовных связях Италии со Святой Горой до разделения церкви в 1054 году. Племенной король Исход Дивуара, генеральный секретарь форума африканских королей, султанов, шейхов и племенных вождей Чиффи Зие Жан Жерве принял православие на Святой Горе Афон. Таинство крещения над новообращенным было совершено в морских водах у берегов Афона. Афонские монахи надеются, что крещение короля Чиффи Зие Жан Жерве будет способствовать еще большему распространению православной миссии в Африке, которая в последние годы активно развивается на континенте. Сегодня нередко можно увидеть храмы, построенные на территории различных учреждений. Их служащие, да и не только они, могут в свободное от работы время зайти туда помолиться. Так, на территории клиники Одесского национального медицинского университета находится храм в честь святителя Луки, архиепископа Крымского. Многие врачи считают его своим покровителем, ведь при жизни святой Лука был хирургом с мировым именем. В 2005 году в Одессе была организована православная община в честь святителя Луки, воина Ясенецкого. Сначала молились в небольшой часовне, расположенной в университетской больнице. Но вскоре здесь возвели храм. Для его строительства привезли лес из Карпат, соорудили церковь без единого гвоздя. Освятили храм в честь святителя Луки и архистратига Михаила. Святитель Лука, архиепископ Крымский, это удивительный человек, хирург, ученый, доктор медицинских наук и богословия, автор многих научных трудов. По его учебникам до сих пор учится в университетах. Он был истинным пастырем, архиереем с большой буквы. Мы его очень уважаем, чтим и всегда молимся. И благодаря его молитвам у нас всегда мы получаем хорошие результаты и минимум осложнений. И, конечно, это все сказывается на наших пациентах. Я всегда говорю своим пациентам, потому что у меня есть разные пациенты, верующие, не верующие. Я всегда им говорю, слава Богу, что выкавывание Семенский молится за нас. И благодаря его молитвам Господь помогает всем нам. Это непростой святой. Есть святые, которые отделены тысячелетиями, допустим, как тоже святой целитель Пантелеймон. Правильно? Более 1700 лет прошло с того времени, когда он жил на земле. А те из вас, кто постарше, даже могут и помнить святителя Лука, потому что он умер совсем недавно. Святитель Лука многим запомнился тем, что в годы гонения на церковь он всегда ходил в рясе, а также оперировал или читал лекции в священническом облачении. Талантливый врач был настолько умелым, что порой, не имея под рукой инструментов, использовал перочинный нож, гусиное перо, слесарные штипцы, а вместо ниток – женские волосы. Жизнь святителя Луки была полна испытаний. Он прошел через тюрьмы и лагеря, жил в нищете. Но все это не смогло его сломить. Он всегда помогал всем, кто обращался к нему. Не отказывал в помощи бедным и обездоленным и не брал ничего за лечение. За помощью к святителю Луке приходят и сегодня, молятся святому перед его иконой. Чудеса продолжаются, чудес много. И вот среди нас есть люди, о которых я могу сказать, что они молились святому Луке и по его молитвам происходили исцеления. Летом 1651 года у Волынского города Берестечка состоялась одна из самых известных битв в истории Украины. Казацкие войска под предводительством Богдана Хмельницкого вели освободительную войну против Речи Посполитой. В битве под Берестечком из-за измены союзников сложили головы более 30 тысяч казаков. По христианской традиции, память защитников Отечества, павших на поле брания, была увековечена возведением храма. Мечта построить в городе храм-памятник павшим казакам вынашивалась украинской интеллигенцией долгие годы. Но, возможно, это стало лишь после того, как волынские земли были отделены от Польши. Первые практические шаги удалось предпринять лишь в начале 20 века. Из поданных на рассмотрение проектов строительная комиссия остановила свой выбор на величественном пятиглавом трехэтажном соборе. Его решили возвести на месте старой церкви, которая находилась тогда уже в аварийном состоянии. Летом 1910 года был заложен его краеугольный камень. Место под будущий собор осветил архиепископ Анатоний Харповицкий, возглавляющий в то время Волынскую кафедру. Было начато масштабное строительство, привлекли множество людей, но помешала Первая мировая война. Город переходил из рук в руки. Здесь проходили бои, и все эти миллионы кирпичей, заготовленных на строительство, Мало того, для этой же цели были разобраны колонны и пилоны, были использованы кирпичи для мощения дорог. Снарядом была повреждена восточная стена. На этом строительство было приостановлено. С самого начала строители столкнулись с трудностями. Но и тогда едва ли кто мог подумать, что до полного окончания строительных работ долгие десятилетия. Строительство храма силами местного населения было завершено в 1927 году. В те времена западно-волынские земли, среди которых находилась и берестечка, опять отходят к Польше. Но польская власть не позволила возвести православный храм полностью по проекту, поскольку тогда он стал бы выше соседнего римско-католического костела. Таким образом, новый собор, освященный в честь Святой Троицы, выглядит будто срезанный и непропорционально приземистый. В советские времена от 60-х и по 90-е годы прошлого века Святый Троицкий храм не действовал. С возобновлением богослужения верующие сразу начали думать и о воссоздании собора в его первоначальном замысле. Неизвестно, сколько бы еще к этому готовились, но начало работам положило одно неприятное обстоятельство. В 1995-м, кажется, была очень снежная зима, крыша храма была очень пологой, да и ветхой, поврежденная временем и другими обстоятельствами. И эта крыша провалилась от большого количества снега. Поэтому община вынуждена была что-то предпринять. Был разработан новый проект. Силами верующих полностью разобрали потолок, и началось строительство. И теперь обновленный храм-памятник возвышается в центре берестечка. Со времени закладки собора прошел уже целый век. Сколько было отдано на то, чтобы на этом месте появился величественный собор, ведает лишь Господь. И Он воздаст всем, кто не жалел своих сил на возведение этого Дома Божьего. В его стенах всегда возносятся молитвы как за тех, кто отдал на этих землях жизнь ради ближнего, так и за тех, кто внес свою лепту в восстановление этой общенациональной святыни. 1 июля в Киевскую область прибывает чудотворный толкский образ Божьей Матери. Эта икона была обретена на берегу Волги неподалеку от Ярославля в начале 14 века. Она чудесным образом явилась ростовскому святителю Тихону. На месте явления иконы образовался монастырь, главной святыней которого является упомянутая икона. Ее чудотворный список с 1 по 22 июля будет находиться в храме святого Георгия Победоносца в поселке Водогин под Киевом. В эти дни храм будет открыт с утра до вечера. Ежедневно перед образом будут совершаться молебны. Поспешите же поклониться древней святыне. На этом все. Осталось лишь вспомнить о праздниках, которые ожидают нас на последней седмице июня. В понедельник 25 июня в следующий день памяти преподобного Ануфрия Великого. 26-го праздник в честь преподобной Александры Дивеевской. Следующий день посвящен памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. 28 июня чтим святителя Михаила, первого митрополита Киевского. 29 июня церковь вспоминает святителя Феофана, затворника Вышинского. В субботу 30 июня мучеников 4-го века Мануила, Савела и Исмаила. А в воскресенье, в первый день июля, праздник в честь преподобного Леонтия, канонарха Печерского. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова